Время возможностей. Так аналитики оценивают сегодняшнюю ситуацию применительно для российского турбизнеса. Анапа в этом ряду, если не на первом месте, то уж точно в числе лидеров. Особенно, что касается детского отдыха. Так исторически сложилось. С начала 19 века приезжали сюда на лечение семьями, в советское время прочно закрепив за собой статус детского курорта. Не растеряла свой потенциал Анапа и сегодня. Из почти 200 объектов санаторно-курортного комплекса, порядка 40 – это действующие детские здравницы. За сезон в них могут поправить свое здоровье 22,5 тысячи детей. Кроме общей здоровительной, есть 6 программ «Любимый ребенок». То есть там дети с различной видой патологии по возрастам. Есть программа «Школьник», потому что начало обучения в школе предусматривает нарушение осанки, гастроэнтерологические проблемы и много других проблем. Обыкновенно на эти программы приезжают школьные каникулы, привозят своих деток. Есть программа «Гиперактивный ребенок», есть программа «Здоровые глаза». Ну и, конечно, наша программа, которая очень востребована, это программа «Чистое дыхание», «Здоровая кожа». Это аллергологические программы, включающие в себя большой комплекс еще дополнительных обследований, ну и естественные лечения. В лечении детей мы также используем все курортные факторы, которые есть. Это минеральная вода и грязи. Вот и в этом есть основные конкурентные преимущества Анапы. Чтобы получить статус курорта, достаточно соответствовать определенным нормам по климату. А если к нему добавить балио и грязи лечения, он выходит на мировой уровень. Таким набором природных факторов, как у Анапы, могут похвастаться единицы. Вот только знают об этом не все. Теперь появился шанс не только презентовать возможности на самом высоком уровне, но и получить определенные преференции от государства. В путешествии по железной дороге, допустим, или даже по авиатранспорту. Для того, чтобы 50% хотя бы государство субсидировало. И, конечно, идет вопрос о налоговых и льготах для тех здравниц, которые имеют большие земли. Сейчас, тем более, если будут кадастры изменены в пользу государственной, действительно, не те, которые делали до этого. Именно эти здравницы получат налоговые и льготы, именно в части оплаты налоги за землю. Ну и, кроме того, при развитии лечебной базы, которая там будет развиваться, государство тоже будет оплачивать процентную ставку, если они будут там брать, допустим, в банках. Или субсидировать эту ставку. Или же, допустим, объявлять каникулы налоговые. Если в течение, вот, приобрел, допустим, здравница или лагерь какую-то аппаратуру, или развился, приобрел там, построил новый корпус, то тоже будут объявляться налоговые каникулы. Все эти предложения будут озвучены во время Госсовета при президенте России. Его проведение запланировано на ближайшее время. Вера Стефановна вошла в Оргкомитет по подготовке базового документа, который будет представлен главе государства. Если поддержка российской туриндустрии будет закреплена законодательно, для Анапы наступит то самое время возможностей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова